Молочное такси предназначено для кормления телят от недели до месяца, который содержится отдельно от матери. Вместимость такой станции – 250 литров. Оборудование подогревает молоко до 70 градусов и пастеризует. Все это экономит минимум час работы оператора по уходу за животными. Раньше на этой тачке мы сливали сюда, грели вручную в ведрах, и потом сливали сюда, потом ехали и распаивали. Это не единственная модернизация, которую провели на молочной ферме в селе Редкая Дубрава немецкого национального района. Здесь оборудовали новый доильный зал по типу «Параллель». Сейчас в зале могут доить по 111 коров за час, а начинали с 60. К модернизации производства руководство подтолкнуло нехватка кадров. Кадровый голод – это самое главное на данный момент. У нас даже был опыт такой, что мы сначала возили с Орлова, это было Карла Маркса, потом можно за 45 километров с Устьянки Бурлинского района возили доярок, потому что нет их просто. Либо это социальная такая проблема, что возраст уже не тот, молодежь не идет в эту профессию. Теперь, чтобы подоить все 616 коров, необходимо всего два человека. Всего же штат сократился с 18 до 4 доярок. Проще работать стало и ветеринаром. Все показания о корове в момент доения фиксируются автоматически. На графике отражаются время, объем и скорость доения. Не до дои, тут авария уже горит, то есть обращают внимание. Если на ней стоит запрет, то все, доктор поставил запрет, нельзя доить, а ее доят в бочок. Насколько выгодной экономически станет новая доильная система для предприятия, станет известно только к концу года. А пока фермеры наслаждаются чистотой цеха и скоростью работы. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко, Новости.